Коммунальные беды мегаполиса в рассказах его жителей. Здравствуйте, в эфире дежурный по городу. Карл Марксов 504. Кровли сильно протекает даже зимой. В связи с этим в доме регулярно происходит замыкание электропроводки. Карл Марксов 504. Кровли в ужасном состоянии. Проводка вся коротит. Приезжают электрики, они ничего сделать не могут. Они нам кусочек заменят, а потом обратно все горит. Они ничего делать не могут, потому что все провода плавают. Электрик приходит и говорит, я ничего делать не буду, пока не сделают крышу. Но это аварийная ситуация. Просто может током стукнуть и все. Обвалится скоро потолок. Могут быть жертвы. Потому что там вот этот блок, который потолочный держится, на пол кирпича он уже весь сгнил. Это просто рухнет и сложится дом. Просто люди действительно могут погибнуть. И мы сидим без света уже недели три. Куда только не писают. До управления говорят, как мы крышу делать не будем, электриков у нас нет. Те вот это компании наши, ВАСКО, они вообще не реагируют. Они приезжали в прошлом году, составили акт. Сказали, все, как только потечет, мы сразу вам сделаем. До сих пор делают. У нас железная дверь. От железной двери у нас начинает бить током. У нас, во-первых, электрическая плита и все замкнуло капитально полностью. Квартира, электричества нет в квартире. И обращались мы с заявлением, писали ВАСКО, летом ходили. Но толку никакого, даже ответа не было прислано. Ходили Губаревой, которая начальник ЖКК 36-го. Она говорит, ну сбрасывайте снег, мы сейчас ничего не можем сделать. Они один раз пришли, сбросили снег, а потом уже она сказала, сами сбрасывайте, у меня нету рабочих для того, чтобы сбрасывали снег. Улица Победы, 8Г. Свалка на контейнерной площадке разрастается на протяжении нескольких недель. Что происходит? Бордель. Эти для контейнеров строили площадки, асфальтировали там или как цементировали. Почему-то их туда не ставят. А сюда и дальше, дальше это двигает, а сюда мусор. И все это продолжается. Вот с 1 января все так и продолжается. Собаки, крысы и люди. Все тут. И продукты набирают. Все на свете. Звонил вчера в администрацию даже нашего района. Он сказал, туда, туда, туда звоните, управляющим компанией звоните. В первую очередь в ЖЭУ. В ЖЭУ звоню, занято. Второй раз набрала, занято будет. Да что толку звонить, они же. Вот в ЖЭУ-то у нас рядом. Никому не надо, а я одна. У меня здоровье особо не позволяет, чтобы заниматься этим. Так вот гулять. Выйдешь, посмотришь на этот бордель. И волосы дыбом поднимаются. Раньше не было такого. А вот эти как площадку зацементировали. И почему-то контейнера не ставят на место. А вот так сюда двигают, и двигают, и двигают. Что случилось, непонятно. Улица Ярошевского, 19, третий месяц. В нескольких квартирах второго подъезда не работают полотенцесушители. Устранить, казалось бы, элементарную неполадку коммунальщики, судя по всему, не в состоянии. Вот я не знаю, почему ничего делать, никто внимания не обращает. А то я в ноябре две заявки давал. Сам ходил в ноябре два раза, по одной году уже с звонками. И все. То у них свашечка нет, то у них некому делать. А слесарь после первой заявки пришел, он ничего сказал. Пошли по двалу. Смотрит, там стреляет вода. Он говорит, сейчас взорвется. Взял краны и что? Закрыл до конца. Ну и все, теперь там не текет. Ну, стояк-то не работает. С начала ноябра месяца, вот до последнего дня нету ничего. Так холодные потолки, вон чернеет. Что делать? Скоро, наверное, грибочки пойдут. Не знаю, что делать, куда только еще. В администрацию обращалась она моя. Я два раза до управления ходил. Не знаю, что делать, что делать. За квартплат кто платить? Суд на суд подавать. 16-й, 18-й, 20-й, 22-й, 24-й квартира. Вот наша квартира. Этот мокротт стоит, стоит. И, честно, потолки чернеют. Стены, там конденсат невозможно. На сегодня это все. Звоните и пишите в нашу редакцию. До встречи. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok